Всем привет! С вами Таня и канал Поделки Самоделки. Сегодня у нас три способа сделать антистресс-игрушку своими руками. Это мягкий антистресс-жмякалка, антистресс-тянучка и поп-ит-пупырка, сделанная особым способом. Ставь лайк и поехали! Для необычного поп-ита возьмем небольшой кусочек картона любой формы. Еще нам понадобится разных размеров глазки, которые используют для декора. Они есть самоклеющиеся, а у меня обычные, большие, средние и совсем маленькие. В хаотичном порядке, на ваше усмотрение, разложим их на картоне, а после поочередно приклеим их. Для этого дела я использую термоклей. Вы же используете клей, который есть у вас дома. Капаем капельку и приклеиваем. Чтобы уберечь свои ручки, на маленькие глазки капать клей я не буду. Капну сразу на картон, в то место, где будет располагаться сам глазик. Отлично! Такой глазастый картон уже смешной. Все глазки смотрят в разные стороны. Для праздника Хэллоуин это суперская идея. Но мы делаем трендовую игрушку этого лета. Поп-ит-пупырка своими руками. Теперь понадобятся краски или маркеры трех цветов. Можно, в принципе, больше, на ваше усмотрение. У меня будет три. Розовый, голубой и фиолетовый. Закрасим глазки в разные цвета. Первый ряд будет фиолетовый. Второй – розовый. А третий – голубой. Закрашиваем даже боковые стороны глаз. Подождем немного, пока краска не высохнет. И после получим такую красоту и яркую пупырку. Это самый легкий способ сделать антистресс-поп-ит своими руками. Кому нравится такая идея, обязательно ставь лайк. Давайте послушаем, как он щелкает. Конечно, не такой звук, как у настоящего поп-ита, но все же неплохо. Щелкает при нажатии, и глазки внутри от этого шевелятся, издавая свое звучание. Оценивать, конечно, как всегда, только вам. Пишите в комментариях, похож ли такой антистресс на поп-ит-пупырку. Второй антистресс будет называться тянучка. Делать мы его будем вот из этой сетчатой трубки. По-другому ее еще называют кринолин. Стоит она недорого и продается по метражу. Сколько нужно, столько и берите. Для антистресса просто отличная находка. Тянется и сжимается. И опять тянется и сжимается. Уже такие движения снимают стресс. А если мы поместим в нее стеклянные чудесные шарики или бусины? Можно использовать даже новогодний декор. В общем, что угодно. Главное круглое и чтобы по размеру подходило. Обрежем небольшой кусочек толстой трубки. Такого будет достаточно. И небольшой кусочек тонкой трубки. Они у меня разные по диаметру. Сделаю целых две тянучки. Много антистрессов не бывает. В каждой трубке заклеим термоклеем сначала только одну сторону. Нанесем небольшое количество клея и прижмем его кусочком пергаментной бумаги для выпекания. Клей к ней не пристает. Немного подержим и снимем бумагу. Торчащие концы клея обрежем и все красиво подровняем ножницами. Второй край у нас остается открытый. В него мы проденем несколько шариков. Я остановлюсь на трех. Теперь таким же способом заклеиваем и второй край, чтобы шарики оставались внутри. Много места антистресс у вас не займет. А вот перетаскивая шарики туда-сюда по сеточке, снимет негативное состояние и сделает его веселым и радостным. В тонкую трубочку поместим бусины от елочного декора. Все равно без дела лежат. Заклеим один край. Нарежем декор на бусины и поместим их вовнутрь. Заклеим второй край и антистресс готов. Шарики при столкновении друг с другом издают звонкий и приятный звук. Какой по звуку антистресс-тянучка тебе понравился больше и заслужил твоего лайка? Пиши в комментах. Будет интересно, какой лучше. Для третьего антистресса понадобится емкость и орбизы. Засыпаем их в тару. Как они интересно прыгают, как пружинки. Заливаем обычной водой, большим количеством. И ждем, пока они вырастут в объеме. В ускоренной съемке вы можете наблюдать те самые красивые кадры, их роста. Как только орбизы подрастут до нужного размера, мы возьмем прозрачный шарик и обычную пластиковую бутылку. Помните, когда-то были в тренде орбизы? Целые ванны ими наполняли. Было круто. Теперь эти времена возвращаются. Наверное. Что только не придумают. Но они действительно такие нежные, мягкие и классные. От бутылки нам понадобится только горлышко и небольшой ее кусочек. Крышка не нужна. Вот это то, что нужно. На горлышко надеваем прозрачный шарик, чтобы его превратить в мягкий антистресс. С легкостью наполняем шарик орбизами. Немного тренировки и вы будете супер наполняльщиком орбиз в шарик. Закладываем в обрезанную часть бутылки орбизы и слегка тянем за шарик. Орбизы просто сами в него залазят. Это такой маленький лайфхак для вас. Такого количества орбиз, я думаю, будет достаточно. А то это будет не антистресс, а шарик за шибалик. На узелок завязываем горлышко шарика. И жмякаем. Если у кого-то есть сеточка, можно обмотать еще и ей. Шарики из отверстия сетки будут вылазить еще круче. Но так тоже неплохо. Мне очень нравится такой мягкий жмякающий антистресс. Делитесь видео с друзьями. Расскажите им об интересных трех способах, как сделать антистресс своими руками. Пиши в комментариях, какой антистресс тебе понравился больше всего. Поп-ит пупырка, тянучка или жмякалка. Очень будет интересно. Всем веселого настроения. До следующего видео, друзья. Пока-пока.